здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша ее ведущие эдуард брумер и геннадий брумер сегодня мы не говорим о политике сегодня мы говорим о музыке и наш сегодняшний собеседник российский журналист и музыкальный критик сергей соседов сергей васильевич добрый вечер сергей васильевич вот советская эстрада это было талантливо это было красиво это было разнообразно и в плане исполнителей и в плане подачи песен и композитор и композитор и все это было очень талантливо почему на сегодняшний день на ваш взгляд российский шоу-бизнес это бедно и как бы так сказать немножко не даже можно сказать не талантлива но это нам это наше мнение это мы так видим может у вас другое мнение я много раз об этом говорил и все тут лежит на поверхности здесь все очевидно уничтожена старая школа композиторская школа поэтов советская эстрада это не что-то взявшиеся из ниоткуда спонтанно случайно это то что взращивалась десятилетиями это школа авторов высокопрофессиональных исполнителей это композиторы соловьев седой блантер фраткин богословский колмановский исаак дунаевский потом и максим дунаевский пахмутова теревердиев марк минков зацепин тухманов и дальше следующее поколение там антонов добрынин мартынов мигуля и так далее и так далее я конечно кого-то наверное забыл упомянуть оскар пельцман это плеяда это школа понимаете поэты великолепные ашанин матусовский шоферан танич терпенев резник танич много много имен понимаете людей которые создавали советскую эстраду советская страда это такое же уникальное явление в мировой культуре как и венская перета нью-орляновский джаз латиноамериканская музыка сальсы танго как французский шансон в конце концов это самобытное явление аналогов которому в мире нет таких песен которые были созданы на советской эстраде больше никто не писал в мире никогда это абсолютно уникальное самобытное явление во многом конечно созданная благодаря железному занавесу хотя конечно проникали многие веяния из-за этого занавеса и тот же джаз да и рок-блюз эллис пресли битлз элла фиджеральд франк синатра эдит пиаф и так далее все это проникало в советский союз безусловно и все это напитывало тоже нашу музыку ну и наши конечно корневые традиции это русские народные песни цыганская песня очень повлияло сильно на советскую эстраду еврейская традиция музыкальная понимаете духовная традиция поэтому конечно с одной стороны это уникальное явление с другой стороны советской эстрады напитана многими-многими соками мировой музыки в том числе потому что ни одно явление даже за железным занавесом не может развиваться и не могло развиваться совсем уж обособленно такого не может быть нельзя вариться в собственном соку поэтому конечно было много влияния и была создана вот эта школа о которой я говорю были традиции были художественные советы была идеология безусловно был некий заказ социальный идеологический и конечно все это помогло создать вот такое уникальное явление феноменальное явление были певцы поэтому соответствующие с ними тоже работали композиторы поэты великие до которых я говорил да прежде так что это все не просто так сейчас ничего этого нет эти все это девальвировали больше этой школы нет оборвалась преемственность поколений мелодистов великолепных поэтов замечательных но нет идеалов понимаете когда все ценности девальвированы а идеалы проституированы тогда ничего не возникает вот тогда возникает то что мы видим сейчас все варится в собственном соку или просто тупо перелицовывают западную музыку западные тенденции тупо просто берут это на себя и и делают это уже под себя в чуждой манере не в той которая была создана великими предшественниками музыкальными а просто чужой костюм пытаются надеть на себя и получается конечно очень скверно вторично третично двадцать пятая сотая копия там каких-то западных новых веяний солистов групп и так далее но кстати в мире музыки не российской а вообще в мировой музыке тоже уже извините далеко нет таких артистов как элла фиджеральд фрэнк синатра эдит пиаф я могу много перечислять там сейчас такого уровня тоже нет артистов и музыкантов далеко нет так что не только в россии все обесценилось но и в мире тоже в том числе и в америке а сергей васильевич вот хочу вам задать вопрос на сравнение смотрите в советском союзе был иосиф кобзон по уровню своего исполнительского мастерства я думаю что он не уступал фрэнку синатрия и например были наши любимые песняры и битлз до вопрос в чем а почему все-таки песняры и кобзон по своему уровню конечно же очень высокому исполнительскому голосовому не смогли выйти на мировой уровень вы знаете вы как-то очень узко выслите вообще бы я бы не скобзона начинал я бы начинал наверное с александра вертинского петра лещенко я бы наверное вспомнил лидию андреевну русланову гениальную совершенно певицу самородную я бы вспомнил клавдию шульженко изабелу юрьеву понимаете магомаева абадзинского почему вы начали с кобзона мне совершенно непонятно ну кобзон считался считался уникальная фигура да да но не столько может быть даже в мире музыки в мире искусства сколько как личность человеческая хотя и конечно и как человек искусства он служил песни служил эстраде ну сказать что вот кобзон это только кобзон и все ну вы меня извините нет конечно и начинать надо не с кобзона и не с песни ров была традиция что касается почему наши исполнители там чего-то где-то не стали успешными вы понимаете что такое русская песня а советская песня какой туда вложен смысл да в каждую песню великую до какое там содержание это отражает русский характер русскую душу русскую традицию и советская эстрада поэтически продолжает традиции великой русской литературы великой русской поэзии понимаете россия это страна поэзии особенно в двадцатом веке двадцатый век дал просто такую плеяду гениальных совершенно поэтов каких не было но даже в девятнадцатом веке до девятнадцатый век это пушкин лермонтов некрасов фэт тютчев безусловно но посмотрите что в двадцатом веке блок маяковский ахматова есенин цветаева мандельштам пастернак и дальше андрей вознесенский чистопородный гений вознесенский это вообще это высота него неимоверная евтушенко белла ахмадулина такие имена сойти с ума просто понимаете и в советской песни все это заложено эти мысли эти идеи то есть она традиция песенная поэтическая именно идет от русской великой поэзии понимаете и естественно перевер переводить эту поэзию на английский язык французский без потери смысла очень трудно понимаете анну каренину допустим толстого роман невозможно перевести на любой другой язык а он переведен на все языки мира но я убежден что невозможно анну каренину или преступление наказания достоевского перевести без потери смысла на другой язык многих слов просто нет на других языках понимаете вот слово надрыв до достоевского я уже перехожу да на прозу да от поэзии к прозе но и проза великая русская она как поэзия понимаете слово надрыв вот как его перевести на английский язык надрыв вот что это такой надрыв никто это никогда не поймет понимаете или сапоги в смятку да что такое выражение сапоги в смятку тоже достоевского бессмыслица да но вот сапоги в смятку вот так он придумал невозможно это перевести понимаете и а без смысла до без донесения смысла песен будет непонятно о чем идет речь огромный пласт военные лирики темная ночь землянка в лесу при фронтовом соловьи синий платочек эти песни невозможно перевести на английский язык без потери смысла нужно жить в этом времени нужно дышать этой эпохой впитывать ее до чтобы проникаться этим понимаете то на чем мы рыдаем не будет рыдать американец который не значит такой война который не знает что такое надрыв душевный другая культура другая не понять ничего не понятен русский юмор американцам ну не понять это понимаете поэтому не может быть русская песня советская песня быть понятно западному зрителю слушателю это невозможно это разные пласты понимаете это разные высоты понимаете вот и все а без без понимания смысла просто мелодия ла-ла-ла оценят красивую мелодию да но о чем песня не поймут вот и весь секрет здесь все очень просто а сергей васильевич музыка чайковский рахманинов понятно чайковский самый популярный композитор в мире его первый концерт до фортепиано самое исполняемое классическое произведение в мире балет щелкунчик самый популярный самый любимый в мире балет с щелкунчиком вообще не сравнится ни один другой балет в мире понимаете конечно а там нет слов там музыка это полюбилась а песня это душа а душа это содержание а тут проблема языка вот и все английские песни очень простые послушайте песни битлз они очень просты мишель там девушка там что-то ну даже серьезные какие-то песни там о мире о проблемах мира но там все в принципе понятно и кстати когда мы слушаем западную классику до эстрадную классику поп рок музыки мы тоже больше слушаем мелодию до музыку интонацию тембр исполнителей а во вторую очередь уже идет понимание смысла понимаете в чем дело вот в чем а дело в том что вы спросите а вот в россии вот популярны все западные артисты да россия это вообще особая страна она вообще нельзя ставить в ряд ни с одной другой страной русский человек он по природе своей всеяден понимаете интересы русского человека это не узкие интересы только его семьи это не узкие интересы какого-то мирка вот узкого интереса русского человека это весь мир понимаете это весь мир мы учились в школе в советской школе я учился в 80-е годы в конец 70-х середина 80-х у нас была география экономическая западных стран мы изучали географию америки импорт экспорт за счет чего живет америка мы изучали штаты американские я помню отвечал на уроки калифорний где находится штат калифорния калифорнийский полуостров калифорнийский залив нас может муштровали вы должны точно знать где что находится при этом мы знали что мы в америку никогда не попадем и нам там нечего делать нас туда никто не пустит железный занавес начало 80-х брежнев да как какая америка но нас заставляли им не то что заставляли мы сами с удовольствием изучали экономику и географию этих стран и америке и канады франции фрг италии изучали все это зная что мы никогда там не будем никто же не знал что все рухнет и все развалится и откроются границы никто этого не знал а вместе с тем я узнаю сейчас и тогда нам говорили что школьник американский не мог на карте показать город в котором он живет о чем вы говорите а мы знали их все города знаю не не будучи там и знаю что мы там никогда не будем мы это все изучали и когда я стал выезжать за за рубеж за границу как туриста я объездил полмира уже я уже там все знал потому что наш был журнал вокруг света который давал такие иллюстрации такие фото и такие рассказы о странах о городах каких не было вообще нигде и журнал вокруг света признан в мире лучшим журналом путешествий советский вокруг света он входит в мировую книгу рекордов гиннесса как лучший журнал о путешествиях вы понимаете и мы не за железным занавесом благодаря журналу вокруг света программе клуб кинопутешествий и другим программам мы знали о мире очень много очень много и когда я стал туда выезжать вот повторяю я ничего нового для себя не открыл я все это уже видел я все это как будто я уже там даже бывал в том же париже которыми нисколько не очаровал грязный ужасный город и мы попали в газовую атаку в новогоднюю ночь я был в шоке я действие газового баллончика газа слезоточиво почувствовал новогоднюю ночь на пляс летуаль в париже понимаете когда какие-то там а афро какие-то там я не знаю кто кто там арабы или я уже не знаю клубе колотили витрины в новогоднюю ночь а мы пришли русские туристы во франции отмечать новый год это был худший новый год в моей жизни это называется увидеть париж и умереть в прямом смысле чтобы приехать в париж чтобы дышать газом слезоточивым в новогоднюю ночь и впервые почувствовать действие этого газа о чем вы говорите это колоссальное разочарование и я видел всю европу и мне не интересна европа совершенно мне не интересны люди европейские я общался с ними они они замкнуты в узком мирке семья чего-то там куда-то вот все узкое они ничего не знают литературу они свою то не знают не говоря там уже о какой-то иностранной а мы все знаем а мы все учили понимаете у нас прекрасные переводы западной литературы фантастические понимаете дива дивная просто сергей васильевич фауст гёте да переводе пастернака да это чудо из чудес до в переводе пастернака да гёте никогда в жизни так не написать как пастернак написал и когда я читал фауста гёте в переводе пастернака я понимаю что это не что это не гёте а что это пастернак то что это такой богатейший язык сергей васильевич я очень извиняюсь а на лотковского более приближенный к гёте вот более простое вот мне сказали преподаватели а это вот приближенный перевод гёте а это как будто два разных произведения сергей васильевич нам надо прерваться к сожалению напитаны великой музыкой литературой культуры мы столько знали о мире будучи за железным занавесом что нас ничем не удивить понимаете вот мы так воспитаны нам все интересно а западному зрителю читать интересен вот свой мирок сергей васильевич мы сейчас пойдем на рекламную паузу а франция она пережит свои корни да свою культуру у них мало мало квоты маленькая толика на радио на телевидении там допустим англосаксонских песен а в основном там сколько 90 процентов французской идет музыки вот они оберегают свою культуру потому что это маленькие страны перед россией любая страна маленькая понимаете а мы наоборот большая страна мы все впитываем нам все интересно мне говорили в америке что мы лучшая там страна и все и только америка мне смешно это мы там лучше это глупо звучит и мне смешно что их какие-то понты дешевые мы воспитаны по-другому понимаете у нас объем другой мировоззрение другой она шире вот и все сергей васильевич мы сейчас прервемся на рекламную паузу и через пару минут вернемся не отключайтесь пожалуйста спасибо мы возвращаемся в программу политинформания радиостанции народная волна чикаго ведущие эдуард брюмер и геннадий брюмер а мы продолжаем беседу с российским журналистом а музыкальным критиком сергеем соседом сергей васильевич вы с нами отлично василич давайте поговорим вот о чем а о российском рэпе а если у российского рэпа то что сейчас это популярное будущее и как вы относитесь к российскому рэпу рэп это не наша культура рэп это тоже эта культура негритянских подростков середины 70-х годов то есть она зародилась где-то в начале в середине 70-х годов прошлого века в среди бедных негритянских подростков понимаете которым не было никакой дороги никуда потому что режим сегрегация апартеида и так далее им нужно было себе как-то заявить это была культура негритянских подворотен понимаете к нам это пришло позже как мода значительно позже как мода эта культура не наша но у нас она принимает свои черты это субкультура это под культура такая понимаете который имеет свою какую-то феню свой жаргон свою эстетику может быть узкую такую да и люди поют о каких-то своих проблемах своим языком есть очень талантливые рэперы я люблю очень оксимирона очень образованный талантливый человек который пишет даже иногда сложные для меня тексты потому что я многого в них не понимаю поскольку я выращен воспитан в другой системе координат другой системе ценностей так скажем но это талантливо потому что это интересно по поэтике по содержанию да есть там блатная например песня там есть катаржанская песня там бывает студенческий какой-то фольклор да то есть вот узкие такие субкультуры каких-то определенных групп населения и да это конечно имеет место это должно быть безусловно таким образом люди выражают себя через вот такое творчество и то что у них есть аудитория не случайно значит они кого-то цепляют цепляют подростков я далеко понимаете не подросток и мне эта культура повторяю не интересно но я отмечаю талантливость лучших представителей до этого жанра да если хотите этого стиля это опять-таки с содержание да это не музыка это ритмизованные такие мысли это читка технично быстром таком темпо ритме с хорошей дикцией это некий посыл такой да такой вызов обществу может быть и когда это сделано интересно талантливо то это хорошо у басты есть очень хорошее сочинение там произведения рэпера вот басты без бездарные рэперы естественно как и во всем есть талантливая бездарная это как знаете две стороны одной медали рэп сейчас у нас имеет успех в каких-то определенных кругах безусловно и можно сказать что сейчас такой всплеск рэпа в россии может быть даже сейчас он уже идет на спад как мне кажется может быть это мое ощущение не знаю но у нас есть талантливые рэперы безусловно а сергей васильевич как вы относитесь к цензуре и должна ли быть цензура музыкальной культуре я положительно отношусь к цензуре я вообще должен сказать что я сторонник жестких мер потому что никакой демократии ни в одной стране не существует это все разговоры для лохов про демократию никакой демократии нет в америке вы меня извините я там был и нас предупредил гид если вас останавливает полицейский и требует паспорт или что-то тут же по первому требованию представлять любой документ и не бойтесь не вздумайте сказал нам гид бежать от полицейского американский полицейский имеет право стрелять в ногу без предупреждения и любой суд его оправдает полицейский в америке царь и бог и вы обязаны ему подчиняться всем обязаны подчиняться не там стал покурил где-то штраф там чего-то скорость где-то превысил штраф везде камеры стоят какая там к черту демократию вас господь с вами никакой демократии там нет ее нет нигде или если считать бардак во франции это демократии но вы меня извините это смешно или когда целовали руки вашему там ноги какому-то этому наркоману негру но это стыдно это это позорно это позорно для страны великой это не в демократе демократе это не имеет ни малейшего отношения ни малейшего так что я сторонник жестких мер сергей васильевич должна быть структура в государстве структура жесткая иначе государство развалится что и случилось советским союзом как только ослабили эти канаты эти столпы на чем зиждился советский союз это идеология прежде всего как только это было ослаблено все полетело в тартарары вот и все я не хочу чтобы россия развалилась таким же образом как советский союз поэтому цензура необходима конечно этого многие не понимают кто-то может быть понимает но сказать в угоду каким-то демократическим якобы якобы демократическим там ценностям говорят что цензуры быть не должно и так далее цензура необходима необходимы хоть советы почему были такие певцы такие произведения потому что были определенные требования критерии к художественному произведению каким оно должно быть оно должно быть высококачественным оно должно быть содержательным оно должно быть художественным и этого требовала идеология от творческих людей композиторов поэтов музыкантов и это только помогало создавать великую советскую культуру это касается не только музыки эстрады это касается и театра и кино безусловно но до сих пор мы смотрим шедевры советского кино до сих пор это и комедии гайдая рязанова это и фильмы тарковского германа марлена хуциева серьезные фильмы было много прекрасных режиссеров у нас сейчас ничего этого нет или почти нет и все эти режиссеры появились благодаря вот этим самым требованиям этим идеологическим установкам хотя казалось бы все это было вопреки но не вопреки если подумать хорошо это было не вопреки это было именно благодаря потому что художники были требовательны к самим себе они вылизывали каждый кадр фильмы снимались подолгу фильм снимался там одна серия могла сниматься полгода а то и год понимаете поэтому конечно были такие и снимались такие шедевры каждое слово там было в точку понимаете не было проходных каких-то диалогов проходных монологов там было все от и до сценарии переписывали с десятками раз но поэтому мы и смотрим это с огромным удовольствием потому что там не убавить не прибавить а если бы это было бы все разрешено что хотите то и снимается тогда было буду мы смотрели вот сейчас все можно мы смотрим лабуду ничего нет ничего нету пустота одна муть идет российское кино современное там муть это вообще не кино понимаете сегодня называют и другим словом но не хочу просто называется это сейчас прилюдно это не кино а то что с этим рифмуется понимаете сергей васильевич а как когда ужасно и все из-за того что все дозволено когда дозволено все тогда друзья мои ничего нет ничего не тогда поле ровно песок в песок пустыня пустыня а в пустыне растут только сексаулы понимается сергей васильевич а кого вы могли бы сегодня отметить вообще в искусстве в эстраде а может быть в балетном искусстве но кого но в том же кино на кого бы мы могли бы обратить внимание вот кто вам лично разумеется сегодня уже нет деятелей искусства уровня ну берите в балете берите уланова плесецкую нуриева васильева максимову павлову гордеева таких нет танцовщиков и никогда не будет есть там захарова там есть еще ну есть кто-то танцует и неплохо танцуют хорошо но не более того понимаете а уланова и плесецкая это такие вершины которым прям приблизиться нельзя приблизиться не то что повторить я не говорю превзойти приблизиться вот чуть вот нельзя понимаете то же самое и в музыке безусловно возьмем советских до композиторов прокофьева шостаковича да говорят вот там как им мешали там что-то да они написали много очень произведений огромное качество симфоний и все это звучит сегодня по всему миру понимаете сумбур вместо музыки до была статья же правда об опере катерина измайлова дали для дима грн ценского уезда по лескову а вы знаете а я согласен с этим определением вы слышали оперу катерина измайлова я ее не могу слушать и мне кажется что к лескову она имеет очень малое отношение вот вы меня извините это именно сумбур вместо музыки это сумбур тяжелые мелодии какие-то жуткие какие-то мрак страшенны катерина измайлова я не знаю как это можно исполнять я это слушать вот сколько я это не слушал мне хочется выключить это я не могу это слышать это какая-то как афония понимаете может быть музыковеды на рафинированные такие будут сама не соглашаться ради бога про эти мага ценского уезда шостаковича много написано статьи возможно я не прав но и но не надо думать что тогда были люди которые писали только по заказу до сумбур вместо музыки я не думаю что это написал просто какой-то бездарный человек не образованный тогда не писали в газеты не образованные люди тогда требовалось образование колоссально знание колоссальные это не то что сейчас любой может в интернете написать все что он ему вздумается написать понимаете поэтому не надо так вот огульно может быть сумбур вместо музыки может быть в этом есть правда а я вижу в этом правду понимаете про балет щелкунчик не написали что это сумбур вместо музыки никогда не напишут то что это фантастика это озарение музыкальной напишите еще что-то подобное так что не надо так вот все огульно все было плохо и все там всех унижали всех оскорбляли неправда это знаете неправда и были потому что вот были эти требования даем тяжело работалось безусловно этим и плесецкой было тяжело она много лет была невыездной но при этом она все равно остается величайшей балерины в мире понимаете это разные вещи совершенно какие-то запреты и величия может благодаря этим запретам эти люди стали великими а сейчас запретов нет и величия нет никакого нет тех людей а почему они были а может потому что были эти запреты а потому что может потому что писали такие статьи как сумбур вместо музыки может благодаря этим статьям появились эти гении а не было бы ничего все отлично молодец ой написал здорово ой гений при жизни и ничего бы не было никто ничего не оттачивал понимаете все эти запреты они требовали сосредоточенности от художника они требовали колоссальной работы совершенствования понимаете они требовали такой колоссальной энергии выплеска невероятного стимулировали эту энергию которая позволила этим художником стать гениями в итоге сергей это все очень непросто то же самый театр но где сегодня скажите бабанова морецкая раневская уже не будет таких актеров абсолютно андровская марк прудкин и линский не будет уже такого понимаете я могу много перечислять актеров не будет таких актеров как алиса фрейндлих даронина даронина не будет уже таких никогда время рождает личность время художник рождает художника великое время великие люди бездарное время все можно ну и получите получите каждый может писать в интернете все что он хочет все пишут сегодня какие-то пьесы романы а читать нечего за редким исключением а читаем все равно достоевского толстого чехова и великую русскую поэзию сергей васильевич смотрим старые фильмы да не будет ничего уже потому что уже все было мне нравится анекдот один у армянского радио спросили анекдот про армянское радио спросили слушайте звонит ну скажите же наконец когда же будет лучше и армянское радио отвечает лучше уже было вот лучше уже было поэтому ничего лучшего уже не будет потому что она была и в живописи и в литературе и в музыке никто не напишет таких симфоний как гайден моцарт бетховен чайковский майлер прокофьев шостакович шнитке может быть шнитке был последним вот да хотя он создавал конечно свою музыку такую авангардную но он стал классиком шнитке а больше уже никто уже не будет ничего потому что нельзя не только превзойти это но нельзя приблизиться к этому потому что все уже было было вот и все тут все очень просто а сергей васильевич у нас остается буквально две-три минуты а если можно коротко во первых я хочу сказать что во время интервью позвонила несколько наших радиоуслушателей и просили передать вам огромное спасибо за это интервью и пожелать вам всего самого наилучшего это я просто спешу вам сообщить спасибо вам огромное дорогие друзья я очень благодарен за то что вы меня слушаете да и у меня вот остается очень это приятно две минуты буквально и если можно короткий ответ а должен ли быть артист и я имею ввиду не только певец но и артист драматический вообще артист а политически активным на ваш взгляд вы знаете это дело такой гражданской совести это дело гражданской совести как человек чувствуют себя но если он чувствует что ему вот надо высказаться ну пусть высказывается конечно это проявление свободы так что вы знаете мы в советское время говорили не только на кухне мы говорили в разных коллективах в рабочих коллективах о том что происходит в мире в стране это все опять мифологии о том что всем рты затыкали да никому не затыкали рты но только самым рьяным диссидентом но их было немного найти и может быть они слишком рьяно себя вели да вот перебарщивали где-то сказать что мы были прямо зажаты не было этого не было январь счастлив что я застал то время я может быть даже жалею о том что я не родился раньше вот я считаю лучшее время это родиться после войны конец сороковых начала пятидесятых годов вот это лучшее время застать вот это да время созидания до индустриализации подъема страны из руин да это оттепель 60-х это великая поэзия это взлет кинематографа театра это невероятно это невероятно это такая высота что ну что вы а сегодня мы барахтаемся так где-то на помойке понимаете на задворках каких-то не очень жаль что я живу в бездарное время просто в бездарное ну все мы живем в такое время к сожалению и говорить надо об этом если артист художник считает возможным говорить ему есть что сказать а не просто оскорблять там кого-то оскорблять власть оскорблять ума много не надо вы знаете а вот уметь разбираться в том что происходит уметь мыслить головой своей не то что вам там написали и сказали а самому немножко разбираться и иметь свое мнение обо всем что есть в мире основываясь на свои на своем мироощущение миропонимание на своем образовании да на своем понимании высокого красивого сергей васильевич иметь свое мнение сергей васильевич большое вам большое спасибо у нас заканчивается к сожалению передача мы вам очень и очень благодарны за это время проведенное с нами и хотим вам пожелать всего самого лучшего что все быстро пролетело я не успел сказать наверное ничего мы сделаем еще одно интервью мы сделаем еще интервью больше поговорим берегите себя всего самого наилучшего бодрости и оптимизма спасибо до свидания